привет мои дорогие друзья уважаемые подписчики и гости моего канала с вами даев вот и подъезжает новая серия очень интересных модов ну что ж поехали данные моды у нас сейчас скажем в цз small ship and a stress вот такой вот вещи и вот этот фиговин никогда в жизни не догадаетесь что такое это реактор реактор которую вы выдает 100 мегаватт энергии просто реактор имеет один выход сзади два спереди снизу и сверху это баллона для красоты ну что ж давайте поподробнее к нему перейдем а поподробнее как раз и начнем 6 реактор большой выход 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 сверху снизу по бокам если не изменяет ничего нет до устанавливается на станцию устанавливается на большой корабль устанавливается на малый корабль мы его прихреначим ну пускай здесь и живет поможем наньке ага мы так не поможем у меня маяка нет вай 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 ладно будет здесь кадр 2 дубль 3 довольно таки тяжелый с маячок только включим маячок и мне нанька все приварит по быстренькому но мы пойдем дальше дальше у нас по циферке 3 y сплитер нельзя установить на станцию нельзя установить на большой корабль можно установить на малый корабль вещь в принципе офигительная чем же ее офигительность а ее офигительность заключается в том что это раздвоя и тиль след можно так по-русски сказать ну чё-то не ставишь чуть мешает понятно взлететь надо я вас понял реактор меня немножко перевешивать но сейчас спереди меня как конвейер будет перевешивать и он опять ставится не хочет из принципа ох хрен с ним будем с ним еще тыкаться устанавливается вот такая трубень буковкой y и сюда например вы можете поставить уже два сварочек с одного выхода вы лепите два выхода даже не сварочника резака или 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 резака или или сварочника от тормоз простите пожалуйста просто мы тут еще с луром очень много всяких вещей написали так что ждите сегодня в 6 вечера обязательно будет что посмотреть готовьтесь вот такая вот фиговина получается ну сами понимаете что там дальше будет сундук со сказками и все это будет работать все это будет выглядеть прекрасно на мой взгляд очень логичная штука так как мы можем сделать несколько конвейеров тык 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 и прям такая вот раскрывушек ни странно мой корабль это все держит теперь мы отнимем у этого большого реактора мой уран выключенном состоянии выглядит тоже клёво есть доступ засунем его суда посмотрим сколько выдаем сразу же есть панелька что до 10 что очень даже удобно так выдает 418 мегаватт по-моему немножко читерно для таких размеров простите пожалуйста глючит сейчас мы это сравним обыкновенный большой реактор если мне память не изменяет выдает 318 отпускай спасибо года не прошло энергетические блоки большой реактор с малым ты так все понятно мне даже выстроить не придется его отсюда увидишь сколько он будет выдавать даже не построен состоянии а 14 мегаватт выдает большой а тот тот выдает тот выдает 4 мегаватта то есть четыре раза меньше стой не строй спасибо все перенажимал все что было можно а маленький по моему 512 дает мне память не изменяет хотя может 500 это что-то среднее между все гудроган нет что-то среднее между большим и малым реактором на мой взгляд очень удобные штукенция тем более что их можно да их можно друг другу поставить вот этими пипками двойными сверху завести этот очень удобненько не такой пузатый по крайней мере идея хорошая сейчас секундочку мы тут худроганом заполнимся я все время забываешь что я не в космосе мне тут кислород махрен не нужен например пусть будет так ну что ж продолжаем наш рассказ это блоки водородный бак имеет сверху пипку снизу пипку сзади пипку а я вот так то поставлю сразу будет видно вместимость вмести а это реактор вот вместимость хрен его знает сколько литров заполнение это видно а вот насколько он заполнение непонятно 1200 литров у него объем наверное это именно тот какой и нужен мне объем и пятый у нас будет то же самое только кислородное то я поставил водородное да это кислородное чем отличаются визуальные ни хрена ничем это панель доступа про что я не знал выключенный так включенный так все нормально вместимость тоже 1200 ну нормально на базе как это удовольствие выглядит вот так относительно пип чего у него снизу синдентично снизу сверху сзади ну и кислородное рядышком вот так вот так вот поставили про реактор рассказал теперь интересная штука медицинский центр имеет сзади два выхода малых как я это узнал ну как бы вам помягче это показать это видно вот когда вот вот как-то вот блин какую-нибудь сидушку нужно то есть адекватно это не видно никак чтобы можно было понять как он поставится вот так вот два малых выхода ставится на малый корабль ставится на станцию ставится само собой на большой корабль ставится ну понятно что он ставится просто к непроваренной ноге не хочет ставится давайте его попробуем поставим тык 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 вроде так бум поможем по мере возможностей поставим еще куда-нибудь 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 сюда смотрите как как много держит а по массе офигеть да с малым кораблем намного проще конечно их ставить то есть сюда подводится и гидраган и гидраган он будет вас нет по моему это какой-то сатанинский медицинский центр получился верхногамный а этот уже созрел да так же мы ну мы само собой ни хрена не получаем кроме энергии и в принципе вся его функция в этом и заключается потом скончимся и поймем хотя на корабле это довольно таки смутное решение так как в любой кабине вы автоматически если корабль включен вы будете восполнять и энергию если подведен и кислород и водород бум у меня кислородом наполнил все ну гидроген у меня тут не подведен ну и продолжаем дальше что у нас у нас самое интересное тоже на мой взгляд спорная идея но заслуживает очень такого пристального внимания это я здесь тестил данный орган надо спилить заодно и этот этот спилил это у нас ассемблер прямо на корабле прямо на малом нельзя установить на станцию нельзя установить на большой корабль само собой это фиговина которая устанавливается именно на корабль сейчас как нибудь его поделикатнее поставим чтобы все дыры было видно потому что это другая версия как нибудь бачком его вот так вот вот так вот прифигакаем а блин прифигакал а у меня практически все есть ну и ладно сейчас моторчиком разживемся и сразу на следующую эту фигню возьмем оп взяли оп взяли все молодцы кто там жать его все нет там никого но я уже приблизительно вижу как эта вся фигня работает ассемблер улучшалки насколько я понимаю либо выходы и опять вход и выходы то есть раз два давайте ради интереса прифигачим улучшалочку посмотрим будет ли она работать где у нас это у нас производственный блок когда много мобдов это довольно таки сложно блин нет нет никого маная спасибо нету ладно так найдем вот всякие продуктивность что у нас на ассемблер по моему продуктивность ставится да смыла панеличку пусть будет ну на всякий случай эффективность тоже ага нельзя установить то есть это просто дыры входы вход пять тысяч эффективность у него сто и судя по всему никаких больше прибамбахов у него нету то есть для повышения продуктивности так как модуль модуля нельзя установить на малый корабль логично логично ну и последнее это у нас рефайнери переработчик наш основной выглядит он точно так же практически только имеет два входа больших два малых выхода так два здесь нет они отличаются визуально то есть два снизу снизу два ну-ка упади да два по два со всех сторон а у ассимблера а у ассимблера а у ассимблера ассимблера так же как и у большого в принципе ассимблера то есть сверху большой снизу большой и по большому со сторон сейчас мы попробуем прилепить еще одну рефайнери рядом точно так же посмотрим не улучшится ли у нее на гости вернись а ну да конь одну секундочку так что вы можете из своего бура сразу же сделать как бы это помягче сказать сразу же сделать переработчик чтобы уже приносить слитки и для чего вот сборщик нужен вот это я сомневаюсь то есть сразу заказал сразу сделал хотя в принципе на сварщика вполне пойдет так по эффективности что у нас рефайнери да никакой эффективности вход 5 киловатт сейчас мы что-нибудь в него принесем нахрен мы чего в рефайнери то принесем а вот сборщик попробовать сможем да закажем ему ага ну закажем ему тысячу пластин предположим у меня просто руды то уже точно нет хотя можно вон и железо камни копнуть и берем феррум где у меня тут дайте мне немножко железа сейчас потестим как это все системы работает пускай спасибо икс борщик па-пам а быстренько лёпает то есть опять это то есть паразит его можно на сварщик но тогда в сварщике еще надо держать всю руду либо сразу же устанавливать на большой какой-нибудь глобальный бур типа вон каракаки на огромном подъеме сейчас мы еще в рефайнере закинем немножко тут кто-то бурю пробовал ага бурить нечем логично или есть чем да что ты все перебрал как трудно менять игры есть чем бурить а не все правильно я делал ух ты как сложно менять игры то есть когда поиграл в одну сразу же переходишь в другую и получается дядо угорчил сейчас мы добудем немножко гравия посмотрим как у нас рефайнере будет с этим справляться отдай все покатилось на ней сразу же бросились все собирать и относительно довольно таки быстро работает и можно их наставить в ядрище целое бам вполне по-моему можно сделать универсальный кораблик и очень даже красивый универсальный кораблик можно будет сделать на данном моде а еще с этими рогульками вообще прелесть то есть с одного рефайнере там поставил рогульку рогульку я сказал бам и сюда сразу же буры луры парочку буров забахал и сразу же попой варим и сразу перерабатываем в гравий как на ваш взгляд по-моему но затея довольно таки интересная но только не знаю насколько успеет все это удовольствие 5000 литров 5000 литров это печально даже у того же буру по-моему намного больше вместимости сейчас мы это и посмотрим что я еще хотел зигзаг взять да давайте на парочку того на парочку своего чем я так быстро собираю модификации ези инвертори инвентарь и ах простите в смысле я понял на буре маленькие дырки 33 тысячи он рефайнере ну вот такой вот этой бочиной поставить охрен тогда это не будет работать о блин покер был пьяный фокус не удался это только для сварщиков хорошо так как у них к сожалению выходы малы ну и ладно ну что ж мои дорогие зрители уважаемые подписчики гости моего канала ожидайте вечером наш коп с луром 6 часов вечера по мск ждите моих сборчик модов обязательно мониторе практически каждый день что да как да почем какая у меня раскрывушка получилась и сейчас я в честь такого праздника еще и сдохну и попробую возродиться посмотрим возрождает ли в этих медицинских центрах пожалуйста мы можем возродиться medical station интересно какой вид как где мне возродила не возродила а на small SHB и на small shab не возродила а на мидпункте зддог Сейчас мы этого по-быстренькому проверим, и тогда уже закончим данную серию модов. Мониториваю практически ежедневно. Если что будет интересное, сразу же... Мой труп аккуратно обглобный. Сразу же делаю себе закладочки. И доношу это до вас. На мой взгляд, мод прекрасный. Для тех, кто любит модификации. Ага, на этом стояла уже приватность я. Спасибо, игра. Отпускай. Отпускай немедленно. На этом стояла я. Воскресать. Что-то не сильно он горит и желанием. Ну что, сдохнем еще разочек. Быкам. Ну и как видите... Не олё. Совершенно не алё. Воскресать оно не хочет. Ну что ж, дорогие мои зрители, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами был Дайв. Подписывайтесь, кто не подписан. Обязательно комментируйте. Пишите те модификации, которые вы хотели бы, чтобы я донёс до всех остальных зрителей. Всем приятной игры. А, чё, я на трон не сяду, что ли? Надо сесть на трон. Ну, садись. Не стесняйся. О. Этот вид. Аж гермак одел. Ну, наверное, уже чем-то пахнет. Всем спасибо за просмотр. С вами был Дайв. Всем до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»